Весна 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 Доброе утро всем Кое-кто в лагере подает признаки жизни Будем и мы тоже их подавать Вадим приехал еще Отлично Народ всем привет Наступило доброе утро И приехал еще один вездеход Итого у нас уже 6 вездеходов В общем-то надо просыпаться Собираться и Выгружаться Посмотрите грязище какая Грязище какая На улице все в грязи Пойдемте посмотрим Кто у нас прибыл Юра привез нам вчера запас лимонада Хорошо Что случилось? А все это из-за трубы забилось гадостью Миша Вообще А это у тебя это Что делать? Вы сядывались Слушай ну У тебя это с колеса туда летит Торт Я на ночь На ночь ставил Чтобы угарные газы отвести Вдруг ветра А вот запустило Все слава богу Копотью забилось Копотью забилось Они не на вебасте А на дровах топятся Всю ночь воняли Ёлы-палы В вездеходе Грязище Блин Из-за этих Грязищ Короче Вот мне горячий ключик Привезли Юра Спасибо ему большое В общем вот такие вот дела Сегодня наверное поедем копать Потому как там вон волна такая Ветерочек Что-то не прикольно вообще О Привет Мишка Чай будешь? Наливай Ты как этот Птица перелет Тут поешь Там поешь Зачем продукты берешь Тублиматы Это у нас здесь еды Где-то порций 60-70 Можно кушать и кушать Взяли овсяную кашку Яблоки корицы Пойдем кушать Так мне сегодня досталась мантра Оммм Что говорит это Каша овсяная с малиной Вот Как вам сегодня спалось? Хорошо Отлично Видеть улыбки на лицах людей Так пойдем посмотрим Что там С моржом Андрюхой Что случилось сегодня за ночь у нас Андрей Мы вас приветствуем Добрый день Чего утро? Да Что вам снилось сегодня? Лоси Гуси Ого да И очень жарко у меня было А ты наверное температуру неправильно А я знаю почему У тебя датчик на земле лежал? Да На земле холодно Он тебе мерил температуру земли Да Он постоянно мне гонал Конечно Тебе нужно его поднять на уровень где ты спишь Я холодно И тогда все будет хорошо Вчера просто Да Ребят нам очень вкусно Да Ну вот а вот еще и полезно Овсянка сэр Разве может быть вкусно овсянка? Так ребят Мы поехали покопать тут Собрали стажеров Сами-то мы уже опытные Емки А их сейчас будем Тренировать Что-то кряхтят Там что-то находят Мишка у нас знаете какой красивый Весь офинтрейленный Да Рацию нацепил Подошел к зеркалу А какался Как я крыло замял Порвал даже Здорово Надо его так казнить как раз О ребятки что попало с ней Гильза какая-то Зенитная наверное Какая-то зенитка стояла Ладно Оставим все это дело земле Где было там пускай лежит Ребят лопата нашла лопату Ну ребят смотрите Прямо с поверхности поднял Ложка Смотрите Пробито пулей Ну смотрите Давай там за работу Так ну что ребят Здесь одна война Ничего кроме войны Поедем мы от седа Да Кто-то тут раскопал Ребят смотрите Тут Гранаты были Детали от гранаты Патроны Патроны Причем с пулей Да А да ТТшные патроны Здесь точка была Это самая Возвышенность И это самое Рубеж охраняли Скорее всего Патроны О ребят Ямка Достаю патрон винтовочный Оттуда Смотрите С осечкой Сдал он Это самое Осечку Вроде даже Два раза Щелканный Вот так вот Не выстрелил Не вылетел Так ребята Нашли мы здесь Следов Волчий след Волчиста И волчонок Волчонок И лось Странно Странно Почему они шли Злосем Да Не Ну они не злосем Они вот туда шли Понятно Вот он еще Они тут Ушли с дороги К траве Пошли О Ребята Война Война Патрон 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 Такое мы не берем Придадим все это дело Земле Так ребята Вот смотрите Патрон нашел целый А порох не горит уже Мишка просто говорит что Сейчас как все взорвется Как все загорится А где она загалка там такая Мой смотри Не он сырой весь видите Ну как корабельный На кольцах Так и корабельный горит порох Не 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 Вот что с ним будет Ничего с ним Не горит просто Он структуру имеет Но он оцаревший Его надо хорошо прослушивать Так ребят В силу того что здесь Одна у нас война Везде ее здесь было много Мы едем На какой нибудь урочище Сейчас поедем на урочище Где был господский дом И посмотрим там Нет ли там чего Вот Вот ребят Держусь как могу Из последних сил Дороги тут И ремонтирую Сейчас ребята очень красиво здесь прям вот бур такой красота и окопы 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 посреди лесов дремучих дом стоит с трубой кирпичный и квадратный здесь фундамент вылезает из земли тут наверное монеты лампы всякие самовары а патронов тут и нету тут и не было войны все будем тут копаться ребят мы поменяли приборы камеры приборы ребят самые модные приборы это аськи сейчас короче мы все поменяли камеры пленочные взяли и магнитофоны катушечные тоже у нас пряжечка отчего то старая добрая проволока дымовые ямы добротные из камней сложены большие размером на метров 6 на 8 такая она большая игрушки старые деревья проросшие это поля здоровые многолетние стоян давно здесь уже ничего нет нам со времен войны это или подвал старый вот или это укрепление военное ну чтобы не осыпалась не осыпалась уложили камнями кое тут великое количество о я знаю что это что машинка что я стал я снимал его но я аккуратно и березы тут огромные стоят не обхватишь на он и горло и бы нашел 2717 лен ленинградский 1717 но кого такая машинка была признавать я таких не помню модно даже колеса два задних есть сколько цена была нет цены она нищий посмотрите моторчик веревочки того времени круто так а ничего ребят не нашли ну я по крайней мере путнего это пряжечку одну нашел и все я кормить будете уже я волнуюсь когда меня кормить когда меня будут кормить я нервничаю я волнуюсь и нервничаю меня должны кормить они кормят когда меня кормить до монет на 17 18 лет да легко легко ну что мишаня готов ли ты заблуждение нас сейчас молодежь поведет по треку тоже ребят переехали мы вот оттуда с лагеря вот сюда вот на эту поляну в березнячок ну потому что надоело ходить в сапогах постоянно грязным здесь мы сейчас поставим и палатку и баню все вещи сюда перенесем до воды дайте если надо порыбачить вот 10 минут делов мы поставим палатку чтобы в ней спалось сладко плевать нам на ветер дождь и мороз гараж баня кухня все сухо в порядке сон без комаров и прочих угроз закрываю походов бытовые вопросы палатки лотос палатки лотос не страшны нам соседи злые медведи не страшны нам соседи злые медведи грызть ему эти стены ночь напролет а когда надоясца вернет он нас мягко и завтрак туриста с собой унесет закрываю походов бытовые вопросы палатки лотос палатки лотос лаваш лаваш его сыром домашь так ребят сейчас будем отрабатывать вариант доставки воды когда возле бани воды нет где-то не рядом сейчас будем пробовать как это привозить довозить сколько будет получаться за раз раз посмотрим где-то на человека надо литров на 15-20 как минимум о ребят мишка вот так бочку набирает мишенью набрал где-то литров 120 литров 120 да теперь проблема в принципе с баней даже там где воды нету если ставить лагерь плана решаема всегда можно довести литров 100 да да ребята мы зашли в палатку которая называется столовой у нас а тут прям и колбаски и щука хе ну и как говорится народ этого за сегодняшний день проехали на километров наверное 20-30 попробовали покопали тут везде война войны здесь было много прямо даже жутко ну что ребят вот еще один день закончился как-то он тоже был не таким ярким как хотелось бы наверное коп у нас был какой-то военный войны здесь конечно очень много головой тут чего с чем-то ну а так конечно старины здесь как местные говорят надо копать на метр двадцать как катюшами перемешали все так вот и копать здесь все конечно страшно повоеванно попробуем еще если завтра дождя не будет попробуем еще съездим покопаем где-нибудь всего хорошего ребят надеюсь завтра будет лучший день завтра планируем еще баню сделать в общем будем посмотреть что получится завтра ну вы уже здесь всем доброе утро подъем в нашем лагере прибыло димыч приехал к нам приехал к нам приехал дядя дима дорогой немножко расчлененки как-то негуманно андрюха джиммер жук не думал коля вася там петро 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 налим здравствуй петя привет народ новый день новые приключения новый день точно наступил новое приключение еще только впереди а пока будут собираться умываться приехал дима как вы помните дима у нас ездил на мыска не нос это дима напрямик давайте посмотрим что тут происходит ну что за диверсионная группа здорова чего такое эй да ребята на самом деле прошло более четырех с половиной лет прежде чем я смог появиться снова в кадре и мы смогли показать вам наше последнее видео последнее видео которое было снято нами смешание совместно походе на выезде на себеж это был такой командный выезд многие спрашивают почему ролик называется так последний поход герасима ну наверное понятно что это был последний поход и многие спрашивают будут ли еще походы да конечно же несомненно у нас будут множество новых походов наша страна настолько огромна что увидеть ее не хватит жизни а поэтому мы будем ездить в новые интересные экспедиции походы поездки вместе с вами но для этого надо пока сделать мне как минимум пару дел первое это поправить мое здоровье не ожидал я что меня так подкосит но в принципе нет ничего неисправимого будет какой-то период лечения несколько этапов я думаю до нового года стану уже бодряком как и прежде также остается открытым вопрос о том на каком вездеходе нам ездить в наши походы экспедиции этим мы как раз занимаемся уже сейчас пока вы видите этот ролик пока я вам его вот записываю эту концовку мы уже занимаемся большим обзором вездехода от компании жуков гараж бро гибрид да не скрою мне этот вездеход очень нравится его инновационными технологиями и теперь хочется понять готов ли он покорять бескрайние просторы конечно же нам интересны и другие вездеходы мы хотим посмотреть большинство вездеходов экспедиционного класса для длительных автономных поездок некоторые из них вы также уже скоро увидите на наших обзорах это не простой обзор это большой обзор от нашего канала когда мы берем вездеход на один день или не приезжаем к производителю где катаемся на его территории а это обзор на нашей территории по нашим критериям и мы можем не только хвалить технику но и ругать собственно тот производитель который за свою технику уверен он нам ее и предоставляет если вы уверены в своей технике в принципе давайте мы посмотрим на нее тоже и расскажем другим почему мы решили делать так да просто ребят вот сейчас я смотрю в youtube и каждый производитель стал блогером и рассказывает про свой вездеход да здорово рассказывает ничего плохого не говорит кстати это можно посмотреть лишь для того чтобы увидеть какую-то новинку новую технологию или там новую модель вездехода но в остальном машину надо тестировать машину надо всесторонне рассматривать сравнивать с одноклассниками тут уже доверия к производителю такого нет всегда свое будет ближе именно поэтому мы также хотим на наших площадях открыть точку продаж везде маркет куда вы сможете приехать в одно место в один день и попробовать пять шесть лучших вездеходов экспедиционного класса которые мы сейчас как раз и отбираем собственно у нас еще много ребят задумок обо всех сейчас не буду говорить остальное расскажу уже по ходу большого обзора вездехода бро гибрид в общем надеюсь вам выпуск понравился конечно же это не абы что и закончилось вот так но это жизнь а у нас нет дублей мы показываем так как было всего вам хорошего до новых встреч пока